МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Оказалось, что актуальная информация в специальных разделах «Бюджет для граждан» размещена на информационных ресурсах только пяти муниципалитетов – Антикского, Карского, Колгуевского, Приморско-Куйского и Хариверского. На сайтах других поселений, а также ресурсах Заполярного района и города размещенные разделы не соответствуют федеральному законодательству или вовсе отсутствуют. Своевременность обновления соответствующих разделов влияет на общие итоги рейтинга субъектов по уровню открытости бюджетных данных. По итогам работы, проведенной в 2015 году, Неницкий округ улучшил свои позиции на 11 пунктов и занял 39-40 место против 50-53 в 2014 году. В 2013 регион занимал последнее место. Актуальные сведения о бюджете НАУ размещены на портале органов власти региона. Снизить расходы на управление. Принять такую меру глав муниципальных образований призвал губернатор Неницкого округа Игорь Кошин. В прошлом году в связи с оптимизацией бюджетных средств на окружном уровне проверили определенное снижение расходов на госаппарат. Это выразилось в снижении заработных плат. Муниципальные служащие из городской администрации на себе решили не экономить. В итоге превышен норматив на формирование фонда оплаты труда. Зарплаты муниципальных служащих в городе, по словам руководителя департамента финансов Неницкого округа Татьяны Лагвиненко, значительно превышают суммы, установленные в окружной администрации. Что в принципе недопустимо, учитывая указания федерального правительства. На 2016 год был установлен новый норматив на оплату труда муниципальных служащих. Значит, на сегодня это 10%, которые в принципе по бюджету, который утвержден городом, тоже не выполняются порядка заложенных средств на 35 миллионов больше, чем предусматривается нормативом. Из-за превышения нормативов Татьяна Лагвиненко подписала распоряжение о приостановлении дальнейшей выплаты дотаций до приведения городских нормативов в соответствии с нормативами, утвержденными администрацией Неницкого округа. Городская администрация с позиции округа не согласна. Несмотря на то, что зарплаты муниципальных служащих в городе значительно превышают сумму, установленную округом, по словам главы Наринмара Татьяны Федоровой, сокращение фонда оплаты труда все-таки произошло и по сравнению с прошлым годом уменьшилось на 20%. Штат сотрудников, отметила мэр, муниципалитет тоже сократил. 16 человек, про которые говорит глава города, специалисты в сфере молодежной политики, образования и спорта, должны были получить уведомления о сокращении еще в прошлом году, ведь в конце 2015-го истекал переходный период данной мэрии на передачу полномочий в области образования на региональный уровень. Зная это, уведомления о сокращении они получили в конце декабря, так что платить зарплату им придется еще два месяца. Сейчас эти работники, не выполняя каких-либо функций, продолжают ходить на работу и получать немаленькие зарплаты. А ведь проведи мэр города все необходимые кадровые изменения вовремя, городской казне удалось бы сэкономить не один миллион рублей. Только на выплату выходного пособия придется потратить порядка 11 миллионов рублей. Еще порядка 6-7 уйдут на зарплату, которые будут выплачивать два месяца. Эти средства, по словам губернатора округа, можно было направить на первоочередные нужды. Значительные финансовые ресурсы, сэкономленные, можете направить на благоустройство, либо еще на какие-то цели, которые необходимы, либо на то же трудоустройство летних подростков. В Ниницком округе в этом году, согласно программе газификации, начнется строительство пяти газопроводов. Проектные изыскательские работы по первым газопроводам должны завершиться уже во втором квартале 2016 года. Камень преткновения подготовка участков под индивидуальное жилищное строительство для многодетных семей в районе старого аэропорта попала под пристальное внимание прокуратуры и администрации округа. Минэнерго разработает концепцию развития газового рынка России. Основные тезисы развития должны быть разработаны Минэнерго к 1 мая, сообщает российская газета. В концепцию планируется включить идею гарантирующих поставщиков газа на внутреннем рынке. Сейчас «Газпром» является собственником единой системы газоснабжения и, согласно федеральному законодательству, несет полную ответственность в части обеспечения надежности, безопасности, бесперебойности поставок газа и обязан удовлетворять все потребности потребителей в определенном регионе. Реализация идеи гарантирующих поставщиков позволит компании разделить эти обязанности с компаниями «Новотек» и «Роснефть». В Нинницком округе в этом году, согласно программе газификации регионов, начнется строительство пяти газопроводов. Объем инвестиций в этом году составит 200 миллионов рублей. Об этом сообщил заместитель губернатора Нинницкого округа по взаимодействию с федеральными органами государственной власти Сергей Сурков. Он принял участие в заседании подгруппы по вопросам развития нефтегазового комплекса при рабочей группе развития энергетики Государственной комиссии по вопросам развития Арктики. О перспективах газификации субъектов России, входящих в арктическую зону, рассказал начальник управления стратегического и корпоративного развития «Газпром» Межрегионгаз Евгений Карпель. По его словам, в Нинницком округе речь идет о строительстве межпоселительных газопроводов Оксина, Хангурей, Каменка, Великовисочная, Тошевиска с отводом на Щелино, Великовисочная, Коткино, Наринмар, Осье, Оксина с отводом на Пылемице и Пылемец, Великовисочная с отводом на Лабышское. Проектно-изыскательские работы по первым трем из перечисленных газопроводов должны завершиться уже во втором квартале 2016 года. Нинницкая нефтяная компания заключила договор с подрядной организацией на разработку декларации о намерениях инвестирования в строительство грузового порта вблизи поселка Индига. Разработкой декларации займется петербургская компания «Плато Инжиниринг», которая предложила наиболее приемлемые условия контракта. Подрядчику предстоит определить техническую возможность и обосновать экономическую целесообразность строительства круглогодичного морского порта близ поселка Индига, определить его предполагаемый грузооборот. Портовый комплекс будет включать в себя терминалы по отгрузке сырой нефти, сжиженного природного газа, угольные и контейнерные терминалы, комплексы генеральных грузов. Кроме того, в Индиге планируется построить базу портового флота и базу ликвидации аварийных разливов нефтепродуктов. Петербургским экспертам предстоит представить как минимум два варианта размещения и компоновки нового порта и согласовать их с Федеральным агентством морского и речного транспорта и Росморпорт. Подготовка участков под индивидуальное жилищное строительство для многодетных семей в районе старого аэропорта попало под пристальное внимание прокуратуры и администрации округа. Все дело в том, что исполнитель контракта, центр стройзаказчик, не мог добиться разрешения мэрии Нриенмара на вырубку деревьев и кустарников на выделенной территории. Камнем преткновения стал нормативно-правовой акт, который был разработан администрацией города уже после заключения контракта на вертикальную планировку. Согласно документу, город должен получить компенсацию за ликвидацию зеленых насаждений. После повторного обращения за этот период администрации города было разработано положение по зеленым насаждениям, по компенсации по зеленым насаждениям. И нам был дан ответ на эту ссылку, что работайте согласно вот этого положения, разработанное до 27 ноября 2015 года. В связи с чем мы были, и это положение было распространено на более ранний период, начиная с 11 июня, по-моему, 2015 года. Правомерность действий властей Нриенмаром заказчик контракта поставил под сомнение и обратился в прокуратуру за юридической оценкой. В связи с обращением централизованного строя заказчика дать оценку законности данного нормативного правого акта мы провели проверку. Проект данного нормативного правого акта к нам, к сожалению, не поступал. Мы смотрели уже принятое решение. Данный проект имеет регулирующее воздействие. Надлежащим образом процедура принятия данного нормативного правого акта администрации была не проведена, принята с нарушением компетенции. Поэтому в настоящее время нами подготовлено заявление в суд о признании данного нормативного правого акта незаконным. Если это одно из воспрепятствий в производстве работы. Зеленые насаждения оказались не единственной проблемой, с которой столкнулись исполнители при подготовке участков. Это стало ясно в ходе рабочей поездки. Делегация под руководством губернатора региона Игоря Кошина проинспектировала земельные территории, предназначенные для многодетных семей. Подробнее в наших следующих выпусках новостей. Телеканал «Север» продолжает проект «Человек труда». Пилот-инструктор, пилот-наставник, командир вертолета Ми-8. Герой нашего следующего сюжета – ветеран заполярной авиации. В Неницком округе утверждена стратегия государственной национальной политики до 2025 года. Документ разработан в целях реализации федеральной стратегии национальной политики. Утвержденный указом президента России. Региональная стратегия должна стать руководством для государственных и муниципальных органов власти, институтов гражданского общества при осуществлении деятельности в сфере национальной политики. Как следует из документа, на сегодняшний день основными вопросами государственной национальной политики в округе является сохранение и развитие культур и языков народов, проживающих на территории региона, укрепление духовной общности граждан, обеспечение прав коренных малочисленных народов Севера и национальных меньшинств округа. Согласно переписи населения, в Неницком округе проживают представители более 70 национальностей, в том числе более 66% русские, ненцев 18,6%, 9% коми. Далее идут украинцы, белорусы, татары, азербайджанцы и другие национальности. По данным Управления Министерства юстиции России по Архангельской области и Неницкого округа, в регионе зарегистрировано 20 семейно-родовых общин коренных малочисленных народов Севера, одна национальная диаспора, два национальных региональных общественных движения и пять местных религиозных организаций христианского толка. Общественно-политическая обстановка в Неницком округе в сфере межнациональных отношений на протяжении последних лет характеризуется как стабильная и контролируемая предпосылок к возникновению очагов социальной напряженности на национально-этнической основе не выявлена. Телеканал «Север» продолжает проект «Человек к трудам». Сегодня героем программы стал пилот гражданской авиации, командир вертолета Ми-8. Мой коллега Андрей Чуклин встретился с ветераном заполярной авиации Николаем Хлыбовым и расспросил его о тонкостях ремесла. Как поется в известной песне советских времен, «Земля не может не вращаться, пилот не может не летать». Как раз из таких и пилот-инструктор, пилот-наставник, командир вертолета Ми-8 Николай Хлыбов. Летать для него значит жить полной жизнью. На землю можно постоянно сверху смотреть. Красота. Вот сколько бы ты ни летал. И каждый полет, он отличается от предыдущего полета. Постоянно, все время что-то новое. Сергей Николаевич – уроженец целинного поселка. С юных лет мыслил себя человеком трудящимся. После школы выучился на сварщика. Но затем вмешалась судьба. По линии ДСААФ попал в авиаклуб. И уже после первого самостоятельного полета понял, что полюбил это дело навсегда. Все начиналось с Ми-1. Очень хороший вертолет был. У нас же вертолеты были, они с парки. С двойным управлением. И когда один летишь, управляешь, то вторая ручка тоже повторяет эти же самые движения. И сам. Вот это были первые сборы на Ми-1. Потом на другой год были сборы на Ми-4. Это уже в Узулуке. И после этого я уже как бы сварщиком работать не смог. В Советском Союзе квалифицированных пилотов вертолетов гражданской авиации готовили только в одном городе – Кременчуге. И Сергей поставил себе цель – поступить туда. Конкурс был очень большой. С первого раза я не поступил. Ну, я не был, как говорится, я не знал даже вообще, что там сдавать нужно. Мы поехали-то с другом, взяли учебник физики, а он там и не нужен, этот учебник физики. Там нужно математику русскую. Ну и поначалу у нас получился провал. Но через полгода все равно я уже на заводе рассчитался. Все. Родителям сказал – поехал, поступать. Пока не поступлю, я не приеду. И упорство в достижении целей сделало мечту реальной. Он поступил и спустя полтора года по спецнабору вышел профессиональным пилотом Ми-8 и получил распределение в Нарьгенмар. Я вообще про север тогда мало что знал. И как бы собирался ехать еще даже сюда, в Нарьгенмар. Думал, поездом или автобусом, как добираться. Ну вот, когда приехал сюда, я вот уже увидел, что в августе снега падал. Вот тогда я сразу уже почувствовал, что такое север. Каждая профессия требует определенных человеческих качеств и навыков. А профессия пилота особенно. Одно неверное движение в пилотировании может привести к катастрофе. А поэтому далеко не каждый человек годится для этого дела. И помимо хорошего здоровья, здесь необходим и сильный характер. И вот уже около 40 лет Сергей Николаевич на своем верном и надежном вертолете Ми-8 служит северянам, доставляя людей и грузы во все точки Ненецкого округа. Мужественно исполняет свои обязанности, порой в экстремальных для полетов метеоусловиях. А когда речь идет о спасении человека, попавшего в беду, здесь делается все возможное, чтобы помочь пострадавшему. Мы летали по санцзаданию в Каратайку. Там с тундры привезли ребенка. Прилетели уже ночью. Метеоусловия сложные. Пришлось лететь по разрешению комендира, по пункту 2.1.5 тогда было. Это на усмотрение командира полет выполняется. И когда там в Каратайке выключились, врач сходил, посмотрел ребенка и сказал, ну потом надо было везти. Говорит, до Наринмара мы не довезем, надо лететь в Оркуту. И вот мы полетели в Оркуту, а погода была ниже и ниже минимума. Вот, леденели. Хорошо опытный. У меня второй пилот был, хороший мой помощник. Вооружен всеми техническими средствами. Пришли мы в Оркуту, зашли, нормально все, сели ребенка на скорую помощь и везли. Жизнь была спасена. И таких историй у наших полярных асов множество. А ветеран северной авиации Сергей Хлыбов и сегодня в строю. По первой необходимости готов лететь на любое сложное задание. И нет сомнений, что с ним он справится. Сергей Николаевич убежден, что случайных людей среди пилотов нет и быть не может. Так как летать могут только люди, уверенные в своем предназначении. И главное здесь одно. Это преданность своей профессии. И любовь к своей профессии. Андрей Чуклин, Вадим Стасюк, Телеганал Север.